Зовут меня Валиев Рафаил, я представляю компанию Научно-производственный центр «Новатранс» в городе Екатеринбург. Основная цель нашей компании – мы повышаем производительность компаний, внедряя современную культуру обучения и способствуя профессиональному развитию людей. Если коротко, то мы разрабатываем и внедряем инновационные системы обучения в разные производственные компании. В компании на сегодняшний день трудится 25 человек. На проект я пришел в состояние полного замешательства, поскольку не знал вообще в какую сторону двигать компанию, как выстроить четкую систему управления в компании. На тот момент компания начала сильно бурно расти по объему заказов, по количеству сотрудников, которые начали приходить в компанию. Я понял, что я это переварить просто не смогу. Не смогу, потому что у меня нет тех базы, той базы, вернее, тех знаний, которые позволят выстроить четкую структуру. Сейчас, спустя год, я вижу, так скажем, могу посмотреть на компанию сверху. Да, сейчас не все идеально, но я четко понимаю, что я должен сделать для того, чтобы моя компания Ресла, моя компания развивалась, моя компания производила все больше и больше полезных продуктов. Проходил проект, с одной стороны, интересно, захватывающе, но с другой стороны, это было дико сложно и дико трудно. Я не скрою, я потерял много сотрудников, причем с руководящих постов. И могу точно сказать, что до школы владельцев бизнеса для меня это была бы просто невосполнимая утрата, я бы не знаю, как бы я это переживал. Сейчас я смотрю на это все гораздо проще, я четко понимаю, где какой человек должен быть у меня в компании, за что он должен отвечать, что я должен с него спросить. И я чувствую, что во время школы владельцев бизнеса произошло такое новое вливание крови, новой крови, полезной крови, новых идей, новых людей с новыми идеями. И компания начала еще больше расти. Понравилось мне еще в школе владельцев бизнеса следующее. Это не просто обучение, это скорее не обучение. Здесь очень малая доля того, что тебе рассказывают, то, что тебя обучают. Очень много того, что ты изучаешь сам, и это классно, то есть это хорошо доходит, заходит в мозг. Очень много внедрений, то есть ты очень много делаешь руками и делаешь это подконтрольно. Даже не подконтрольно, я бы сказал, а здесь, в Высоцком консалтинге, настаивать, чтобы ты все, что узнал, ты внедрил в свою компанию. И вот это самое, на мой взгляд, главное преимущество. Умных тренеров и бизнес-консультантов на самом деле в России очень много, и за рубежом тем более. Но тех, кто реально помогает дойти и внедрить, на моей памяти это две компании. Это Performance, с которой мы работали и работаем до сих пор. И следующий проект, который благодаря Performance появился, это компания Высоцкий консалтинг. После проекта в моей компании сейчас есть четкая структура, это первое, в моей компании есть четкие планы, планы развития, планы на ближайшие 5, 6, 7, 8 недель, есть планы недельные, за которые я могу спросить. Дальше, я в компании вижу четко стратегию развития. Самое первое, что мне понравилось до внедрения структуры и так далее, мы на школе владельцев бизнеса прописали цель, цель компании. Эта цель была в моей компании воспринята. И это такой локомотив, флагман, на котором очень много чего держится в компании. Дальше, я четко теперь понимаю, кто за что у меня в компании отвечает. У многих должностей есть четкое описание того, что человек должен производить на этой должности. Это была вообще моя давнишняя мечта. Дальше, безусловно, у каждого руководителя появилось очень много ответственности. И я вижу, что люди эту ответственность в компании берут. Когда-то с трудом, но берут постепенно. То есть я, получается, постепенно передаю оперативку своим руководителям и передаю им ответственность. И я вижу, что решений принимается гораздо больше, гораздо больше продуктивных и интересных решений, нежели я это делал бы один. Пока говорить о том, что выросла там прибыль, маржинальная прибыль, я не могу. Компания только подходит к этому. Но у нас точно появились новые горизонты развития. Мы уже начали в них работать. Поэтому я думаю, что прибыль – это следующий шаг. Он сильно закономерный шаг. И он не заставит себя долго сильно ждать. Редактор субтитров А.Семкин